Открытый межрегиональный фестиваль Street Life проходит уже в седьмой раз. В этом году он объединил порядка 800 участников и 5000 зрителей. И это неудивительно, ведь Street Life объединяет почти все молодежные субкультуры. Фестиваль уже стал доброй традицией для оренбургской молодежи. Причем он не стоит на месте, а развивается, ежегодно привнося в свою программу много нового и интересного. В этом году его рамки расширили новые направления молодежного движения. Новые направления, которые существуют и развиваются сегодня в молодежной субкультуре, являются, наверное, вот как раз той площадкой, на которой Street Life в фестивале личной жизни строится. Это и Street Workout, это и BMX, это многие направления экстремальных видов спорта, которые в молодежи появляются год от года всякими своими новинками. И действительно, в эти выходные в областном центре собрались представители самых разнообразных движений молодежной культуры. Показать себя и посмотреть на других здесь собрались и профессионалы брейк-данса, и любители паркура, и даже поклонники электродэнса. Александр занимается паркуром уже пять лет, и сейчас город для него это не просто улица и дома, а огромная спортивная площадка, где можно выполнить не один десяток акробатических кульбитов. Свобода движения, свобода мысли. То есть я художник своего творения. Меня ничто никак не удручает, не говорит мне никто, сделай это, сделай то. То есть я вижу трассу, я прохожу ее так, как я хочу ее проходить. А вот и еще одно направление молодежной культуры – новое веяние, электродэнс, в котором сочетание с музыкой сложных и на первый взгляд непонятных движений рождает искусство. Выразить себя на площадке могли как профессионалы, так и новички электродэнса. За звание лучшего ребята боролись не один час, но оно того стоило. Лучших поклонников электронной музыки награждал глава администрации города, который еще раз подчеркнул, что с такой молодежью в будущем Оренбурга можно быть уверенным. Я думаю, что мы будем несколько расширять вот то, что есть здесь, в нашем парке, переводить в другие микрорайоны, потому что это востребовано. Молодежь туда приезжает, в том числе и из промышленного района. Вот молодежь, которая здесь, это и есть наше будущее. Оно разное, но оно, прежде всего, здоровое, и на это будущее можно рассчитывать. А еще фестиваль включил в себя соревнования по битбоксу, велотериалу и выступления рэп-исполнителей. Так что найти друзей и поклонников своей субкультуры здесь мог каждый. Александр Трубецкой, Семен Воробьев. Итоги недели.